Так, вот посмотрите, что мы купили в магазине. Хочу показать, сколько вообще это всё стоит, какой ценник выходит в последнее время. Это обошлось нам в 69 евро 15 центов, ну, грубо говоря, 70 евро, да? И вот, что мы купили. Начнём отсюда. Помидорки вышли 5,52. Килограмм стоит 4,49, и это самые дешёвые помидоры на данный момент. Оливки 3,30 евро. Чёрные. Эти у нас, они как называются? Не оливки, у нас они маслины называются. Так, здесь у нас банка майонеза 3,25 евро. И тут у нас сколько грамм? 510 грамм. Кетчуп евро 99. Хайнс, тоже один из дешёвых. 500, тоже 70 грамм. Потом рыбка. Супер дорогая для богачей. Хотя это вообще самая дешёвая фирма, Лидер Пресс. Самая дешёвая рыба за 4,99. 140 грамм уличек здесь. Ну, мы решили шикануть, олигархи мы сегодня. Так, евро 19 у нас баночка кукурузы. И то тоже не самая дорогая марка. Также самая дешёвая марка казино. Эти крабовые палочки. 500 грамм. Вот они. Потом у нас идёт огурец 1. Евро 49. Это такой. Чуть-чуть с пупырышками решила взять. Может быть, повкуснее будет. Так, какой-нибудь. Потом виноград у нас за почти 5 евро. 4,99. 500 грамм. Без косточек. Так, яйца 12 штук. Тоже дешёвые. 2,94. Дальше идём. Купили пиво вот такое. Хотим безалкогольное попробовать. Это что у нас? Оно японское или какое? Да, по-моему, 5,89 евро стоит. И тут 6 бутылочек. Вот, маленьких. По сколько здесь грамм-то идут? По 330 миллилитров, что ли? Потом у нас идёт маленький тортик. Такой. Тортик стоит 14,90. Тут сколько грамм? 790 пишут грамм. Здесь смесь для такого вот фондана сделаем. Ну, как-то я ни разу не делала. Решила приготовить, попробовать такое. Евро 85 стоит. Тут только надо добавить яйца и масла немножко сливочного. И всё, можно запекать потом. Дальше у нас идут печенья тоже дешёвой марки. За 2,15. И ещё такая пачка за евро 15. Дальше тоже мы решили шикануть и взять такие лепестки в шоколаде. 5,90 стоит евро. Десерт такой. Ну, к чаю. Какие-то там хлопья или что там, они в шоколаде. Вот. И потом свечки 70 центов. Дешёво. И багет евро 60. Мы взяли 2. Ну, и вот это вот всё вышло на 70 евро. Не знаю, дорого, как вы считаете. Но сейчас это где-то по курсу чуть меньше 7000 рублей. Вот. Пишите, что вы думаете. Это самые дешёвые продукты. В общем. Кстати, я как-то снимала видео тоже с ценами. Можете посмотреть на моём канале. Я ссылочку закреплю в комментарии. В общем, я тут подумала, вышла из магазина. Думаю, есть ли вот это всего? Я купила. Хочу сделать один всего салатик. Да? Ну, вот помидорки. Может, ещё там сделаю. Порежу с чем-нибудь. То есть, вот это всё стоит 70 евро. А если делать новогодний стол или там полноценное такое застолье, день рождения? То есть, это минимум будет, наверное, я не знаю даже. Если ужиматься, это будет около 200. Если, может, 150. Я не знаю, реально ли вообще на 150 евро сейчас накрытие нормальный праздничный стол. Честно говоря, я сомневаюсь. Мне кажется, будет около 200 евро. И то, вот видите, это ещё 70 евро. Это реально мы экономили. Покупали дешёвые марки самые. Всё такое. Ну да, вот майонез там чуть дороже взяли. Но майонез, он не сильно дорого сам по себе обычный стоит. Как бы. Поэтому вот такие цены здесь у нас. Очень выросли цены во всём. И французы замечают, и все замечают, что такого роста не было вот раньше. И до сих пор не перестают цены расти. Вот такие вот дела во Франции. Внимание, вопрос к телезрителям. Почему не выходят французы манифестовать на улице? Почему все молчат, что ужасно выросли цены, что очень сильно упала покупательская способность? Все просто в шоке, честно говоря, от этих цены, ситуации, которые сейчас во Франции. И почему-то нет ни одной ни забастовки, ни манифестации. Почему вот? Я не знаю. Если вот раньше, помните, вот эти жёлтые жилеты? Там буквально чуть-чуть на сколько-то центов подняли бензин, и вышли люди на улицы. Но потом они, конечно, выходили... Сначала это из-за бензина началось, потом, конечно, они уже стали говорить, что да, мы там обеднели, мы стали плохо жить, мы меньше стали себе позволять, и всякая такая куча проблем, маленькие зарплаты и то самое. Но сама как бы толчок был из-за того, что выросли слегка цены на бензин. Там 10 центов, не помню, ну, копейки. И сейчас все молчат, сейчас реально ситуация намного хуже, и вопрос, почему, не выходит. Вот, вы можете мне ответить на вопрос. Интересно узнать ваше мнение в комментариях. А я, возможно, вам расскажу потом в следующих видео, что я думаю.